МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машина. Ай, здорово. Здравствуйте, ребята. Вы смотрите программу по секрету всему свету. Ой, оказывается, вокруг нас есть очень много вещей, о которых мы почти ничего не знаем. Давайте узнавать что-то новое вместе. Вот смотрите. Миша Демин из Пензы нарисовал для нас папин автомобиль. Вот. Он написал, что на этой машине ездил еще его дедушка. А машина называется Победа. Ей уже 50 лет. Представляете, какие прочные машины делали раньше. А вот Катя Иванова из Рязани нарисовала тостер. Да. Это такое специальное электрическое приспособление, которое делает хлеб поджаренным и вкусным. Воткнул вилку в розетку и раз! Вот тебе вкуснота. Да. Трудно представить, что когда-то не было электричества. Электричество вообще потрясающая вещь. В наших домах оно помогает работать множеству электроприборов. Утюгам, кофеваркам, кофемолкам, пылесосам, ну и многому другому. Для любого утюга в доме электричество начинается с розетки. О, казалось бы, очень простой предмет розетка. Хм. Но я до сих пор не знаю, как оно устроено. Да, очень хочется раскрыть этот секрет. А раз так... Что, ребята, мы отправляемся в путь! По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что всё на свете непременно знать хотим. Мы приехали на завод, где делают всё для того, чтобы в домах работали электроприборы. Почти все наши розетки сделаны из пластмассы. Это такой материал, через который не проходит электрический ток, а поэтому безопасен для человека. На первый взгляд, нет ничего особенного в разных розетках, вилках и электрических выключателях. Но без такой мелочи вряд ли мы с вами могли бы пользоваться утюгами, пылесосами, холодильниками. Пластмассовые детали делают специальные станки. Пластмассу нагревают до текучего состояния, а потом заливают в её специальную форму. Пластмасса быстро остывает и приобретает форму розетки или выключателя. А ещё делают пластмассу. Может, её где-нибудь находят? Так, спросим об этом у тётушки Матильды. Алло, тётушка Матильда, вы меня слышите? Алло? Здравствуй, Зубок, здравствуй. Интересную тему ты сегодня выбрал. Розетка. Розетка обычная вещь, но вот как её делают, это же так интересно узнать, откуда берутся обычные вещи. Откуда она берётся, я узнал. Меня интересует, откуда берётся пластмасса, из которой делают розетки и многое другое. Но на этот вопрос тебе с удовольствием отвечу я. Как и многое другое, без чего невозможно представить нашу жизнь, пластмассу изобрели случайно. В середине 19-го столетия учёные-химики очень много экспериментировали. Им хотелось найти новые вещества, которые могли бы пригодиться людям. Что-то смешивали, что-то сжигали, испытывали на прочность и соединяли друг с другом все известные науки вещества. Из сока дерева гивеи химики получили первую пластическую массу. Она была похожа на привычную нам сосновую смолу и при сильном нагревании могла принимать любые формы. Новое вещество назвали эбонит. Это всего лишь один из множества видов пластмасс. Собственно говоря, пластмасса означает пластичная масса. Учёные научились делать десятки видов этих научных соединений. Из полистирола делают шарики для игры в пинг-пон. А из полипропилена – одноразовые шприцы. Из полиэтилена – игрушки. А поливинилхлорид используют при строительстве домов. Сегодня различные виды пластмасс изготавливают не в лабораториях, а на больших заводах. Ой, даже трудно себе представить, Зубок, как люди жили раньше без этого чуда науки – пластмассы. Спасибо, дедушка Матильда, за интересный рассказ. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Александр. А меня зовут Зубок. Скажите, а что вы делаете, а? Мы собираем сдвоенную розетку. Вперёд со основания. Угу. Вставляются две клеммы, потом вставляются две гайки, задвигаются пластины, чтобы гайки не выскакивали. Да, чтобы было всё плотненько, да? Да. Вставляется шинка, заземляющий контакт, прикручивается, чтобы не болталось, накрывается крышкой, и всё готово. Ой, и розетка готова, да? Да, можно подключать и работать. Розетка – это не просто коробка с отверстиями для электрической вилки. Это устройство, в котором нужно соединить множество мелких деталей. Работа эта очень ответственная и кропотливая. Ну вот, ребята, мы раскрыли сегодня ещё один секрет. Давайте будем беречь простые вещи, которые нас окружают. Ведь в них вложен ещё чей-то непростой труд. Пишите, спрашивайте, о каких секретах вы хотели бы ещё узнать. Давайте раскрывать их вместе. С вами был корреспондент Зубок. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин